Добрый день, дорогие друзья и коллеги. Это передача «Что делать?». Я ее ведущий Виталий Третьяков. Первый выпуск «Что делать?» в новом телевизионном сезоне. Я решил начать с обсуждения проклятого вопроса с современности российской, а именно с демографической проблемой. Как радикально увеличить население России? Так я поставил вопрос этой передачи. Как известно, население нашей страны, несмотря ни на что, потихоньку продолжает уменьшаться. Я прав? Вряд ли кто это оспорит. А когда оно продолжает уменьшаться, то что тут будет через 50 или 20 лет? Демократия, автократия, какой будет душевой доход, миллион долларов или миллион рублей на душ населения. Это, в принципе, бессмысленные прогнозы, мечты и рассуждения. Это первое. И второе. Вот я считаю, что остатка проблемы такова, что первым заместителем главы правительства Российской Федерации должен быть министр не финансов, экономики, медицины, я не знаю, что еще, а министр демографической политики. Именно демографической политики. И без его визы, без его решения, ни одна правительственная бумага не должна вообще выходить на свет. Нет, пока этого нет. Но я считаю, что если с этого начнется новая демографическая, даже стратегия и оперативная ее тактическая часть политика, тогда возможны изменения. А пока решения принимают по любым основаниям, а демографические проблемы прилагаются, а то и не прилагаются, то толку от этого не будет. Пожалуйста, жду от вас конкретных реальных предложений. Забудьте о том, что нельзя, что это невозможно. Так, пожалуйста. Виталий Иванович, можно я два слова начну? Да, пожалуйста. Ситуация на стороне остается сложной. И благоприятный период закончился. Рост рождаемости сейчас уже она уменьшается. И уже начинаются небольшие величины естественной убыли. Это будет продолжаться дальше. Поскольку у нас наполовину уменьшается репродуктивный контингент. Сокращается он наполовину. И я с самого начала хочу сказать, что задача радикального увеличения численности населения России и демографического устойчивого развития, она связана прежде всего с повышением рождаемости. Поэтому усилия надо сосредоточить на этом. Вы фактически заговорили о стратегии, о том, что государственное управление демографическими процессами, многие относятся к этому, так сказать, негативно, считая, что это вмешательство в приватный мир людей. Вот эти возражения все надо отбросить. Государственное управление демографическими процессами нужно поставить на научную основу. Нам нужно создать между государством, административно-управленческим аппаратом и населением, нам нужно создать блок демографической технологии, где разрабатываются проекты, и по этим утвержденным в государстве проектам и на федеральном, и оригинальном уровне осуществляется вся деятельность. Создание таких демографических проектов позволяет точно контролировать деятельность всех министерств. Задача стратегическая, она позволяет нам сформулировать вот эту общую, на обыденном языке, поставленную задачу увеличения численности населения России. Значит, сначала мы должны добиться достижения уровня простого воспроизводства. 2,15 детей на одну женщину. Но для того, чтобы люди захотели жить семейно-детным образом жизни, захотели рожать третьего и четвертого ребенка, вот тут надо уже продумывать конкретные меры, как этого добиваться. Так, хорошо. Ну, готов конкретные меры. Мне кажется, то, что вы... Во-первых, я все-таки хочу, Виталий Литович, поблагодарить вас за такую стратегическую чуткость. Это проблема номер один, абсолютно не очевидна ни для управленцев, ни для населения страны. Поэтому первое, что надо делать, и отсюда и первый вице-премьер появляется, это объявить чрезвычайную демографическую ситуацию. То есть, что это ненормально. Первое. Второе. Нам нужно, понимая, что идет век миллиардных цивилизаций, выдвинуть стратегию очень условную. Русский миллиард, то есть за 100-150 лет, идти к нескольким сотням миллионов человек. И речь идет не в том, чтобы конкретно там миллиарда штуки до человека, но нужно эту стратегию выдвигать. Следующий момент. Мне кажется, все-таки рождаемость это да, безусловно, но все-таки главное это увеличение числа многодетных семей. То есть рождаемость не сама по себе, а именно многодетная семья, как и говорит Анатолий Иванович, именно это каждая вторая семья в России должна стать многодетной. Вот простая, так сказать, численная задача. Следующий момент. Совершенно другой тип расселения. Я уж не говорю против гиперцентрализации, съезжания в Москву и там 15-20 мегаполисов, а, соответственно, это расселение в малых городах преимущественно. Следующее. Форсированная индустриализация и способность заработать семьям. Когда мы говорим семейный или материнский капитал, это великое на самом деле, абсолютно уникальное, так сказать, российское изобретение. Но я бы в этом смысле все-таки чуть-чуть добавил, что основной семейный капитал – это способность домохозяйства, мужчины прежде всего заработать так, чтобы семью можно было содержать. То есть в этом смысле при всех государственных мерах поддержки. Отсюда форсированная неоиндустриализация. И последний момент. Конечно, нам в этом смысле надо перестроить культурную политику, особенно медийную политику и так далее, где уж как минимум не рассказывать с экранов Центрального государства телевидения, почему рождаемость плохо, почему, соответственно, невозможно повышать рождаемость в нашей стране. Просто табуировать это в интересах национального выживания. Так, Елена Викторовна, вы готовы? Да, но я немножечко опущусь на землю. И скажу вот от первого лица, от лица многодетной мамы, мамы шестерых детей, что происходит на самом деле. Если говорить о рождаемости, если говорить о демографическом кризисе, то нужно говорить о том, что для того, чтобы стабилизировать демографическую ситуацию, нужно, ну, во-первых, увеличить количество многодетных семей, да, вот как сказали великие демографы нашей современности. Вот. Но все, что касается тех детей, которые уже родились, и тех семей, которые уже стали многодетными, то от всей многодетной России я могу сказать, что фундаментальных мер государственной поддержки многодетная семья сейчас не имеет. Имеет жалкие подачки от государства. И жизнь 98% многодетных семей – это жизнь в чудовищных условиях такого родительского экстрима. Но если мы говорим все-таки о том, что со стороны родительского сообщества, многодетного сообщества стоит сделать для того, чтобы многодетных родителей становилось все больше и больше, то я скажу, во-первых, нам нужен закон, единый закон о статусе многодетной семьи. И этот закон должен не давать какие-то меры социальной поддержки, которые мы и так якобы имеем, а должен давать признание и в соответствии с этим признанием государственные гарантии. Не меры поддержки, а государственные гарантии. И я вот все-таки разделю государственные гарантии и стимуляционные меры. Гарантии. Что такое под гарантиями? Материальные гарантии со стороны государства? Ну вот я вам скажу прям вот такой пример тоже с земли. Приемное родительство. Сейчас в среднем каждый приемный родитель на каждого приемного ребеночка получит в среднем 25 тысяч рублей. То есть эти гарантии в месяц. Материальные гарантии со стороны государства позволяют приемному родителю безбедно существовать, воспитывать своих детей, не работая приемных детей. А если у тебя 6 детей, то твоих? А если у тебя 6 детей, то ты получаешь, я вам скажу, от первого лица 3000 рублей в месяц на всех детей. Это вообще абсурдная ситуация. Это просто все с ног на голову. Ты должен работать, при этом ты должен обеспечивать безопасность своих детей, провожая их до учебного учреждения и обратно. Потому что если они останутся без присмотра, я подпадаю под уголовную ответственность. Ну и так далее. И все вот эти вот моменты. Елена Евгеньевна, а сколько у вас ассоциаций многодетных семей много нас? Сейчас порядка 15 тысяч зарегистрированных официально. А кого вы считаете многодетными? В демографии многодетность 5 и более детей. Нет. 3 и более детей считаются... Вы знаете, официально 3 плюс. Мы тут без деталей этих самых... То есть понятно, от трех и больше. 15 тысяч семей. 15 тысяч семей. Да, а сколько у нас семей всего? Полных, неполных? У нас всего 40 миллионов семейных домохозяйств. А из них семей с двумя родителями и как минимум с одним ребенком. И больше. 17 миллионов. Очень мало. Полтора миллиона многодетных семей 3 и более. То есть нам нужно, чтобы 20 миллионов у нас было многодетных семей, начиная... Многодет, считая 4. Ну, не совсем так, но во всяком случае... Да, пожалуйста. Ну, больше, чем 20 миллионов. Значит, есть здесь две проблемы. Есть проблема будущего и сегодняшнего дня, то есть стратегии тактического решения. Во-первых, давайте сразу определимся. Мы вступили во второй этап депопуляции. Это, то есть, естественный прирост сменился на естественный убыль. Примерно 4-5 лет до этого у нас было более-менее нормально. До 17-го года. Значит, суммарный коэффициент рождаемости сейчас не 1,2, как это было в 99-м году, а где-то порядка 1,8 где-то здесь крутится. Но чуть меньше, чуть больше. Дело же не в этом. Поэтому падение, сегодняшнее падение чисел родивших заключается не в том, что этот коэффициент пошел вниз, а потому что стало сокращаться количество лиц репродуктивного возраста. Вот это суть. Причем в условиях достаточно хорошей продолжительности жизни. Число умерших у нас держится не на 1,2 и 3 десятых, а где-то порядка 1,8-1,9 миллиона. Я округленно говорю вам то, что здесь есть. Поэтому здесь проблема заключается в том, как увеличить, во-первых, а суммарный коэффициент рождаемости, но здесь много мы не получим. Даже если мы его увеличим до 2,15, мы все равно естественный убыль не сократим. Нужно пойти по-другому немножечко пути. Не то же по-другому, добавить. Это надо использовать рационально вот этот репродуктивный контингент. И вторая проблема, тактическая проблема. Как вот этот второй этап депопуляции пережить, чтобы разнеселение России не сокращалось. Оно не сокращалось до сего времени. Вот скажем, где-то в 2016 году еще был естественный прирост. Только-только началось. В 2017 году минус 135 тысяч. Вот здесь на 5 месяцев, сегодня данные я специально подсчитал, 5 месяцев мы уже имеем с вами минус... 30 тысяч. Да нет, не 30. 147 тысяч вот за 5 месяцев. Это уже минус, естественно. То есть к концу года... Это за 5. То есть минус 300 тысяч. Да, если будет это повторяться, а все месяцы минус идет, то мы где-то выйдем совершенно точно на 300-350 тысяч минус. Это примерно вот то, с чего мы начинали в 92-93 год. Поэтому, естественно, необходимо все три источника со стороны части демографии нашей, это смертность, рождаемость и миграцию, капитально проработать. Понятно. Ну, мы еще обсудим эти конкретные вещи. Отец Михаилу, я непременно хотел, чтобы представитель Русской Православной Церкви принял участие в этом обсуждении, потому что я считаю, что это единственная структура, единственный институт в нашем обществе, который имеет, включая и правительственные структуры, который имеет хорошо разработанную, очень целеустремленную, продуманную, радикальную, в смысле вот решения проблемы, демографическую программу. Программу решения, да, стратегию решения демографической проблемы. Вы знаете, Церковь всегда рассматривала жизнь как высшую ценность. Действительно, мы думаем о том, что вот женщина, когда она рожает ребенка, что она думает о демографии, что она думает о заселении Сибири или о военной мощи России, она об этом не думает. Она думает о том, что появляется человек, которого она будет любить и который, если захочет, будет любить ее. Понимаете, это вопрос личных отношений, которые сейчас смещаются в область материальных, таких вот упрощенных взглядов. Когда рождается ребенок, это всегда нагрузка, это всегда материально для семьи будет плохо и никогда не будет по-другому. И на Западе, и у нас. Везде это проблемы. Женщина многодетная семья оказывается вне, так сказать, работы, вне коллектива. Она привязана к детям, привязана к дому. Это там, ну, все равно это проблема. То есть всегда новый человек, это проблема. Почему нужна нам эта проблема? Нужно вот это понять, да, человеку, что ведь без человечности, без этих отношений не будет, собственно, смысла в жизни никакой. Вот что бы я предложил, действительно, дебюрократизация системы помощи многодетным семьям. Сделать национальную родительскую ассоциацию. Вот очень хорошо, по моему опыту, работают ассоциации родителей. Скажем, у меня есть знакомые там, которые ассоциатят детей, родители, детей, сирот. Они очень мобильные, они очень эффективны в расходе средств. Вот эту систему, она у нас называется. Деньги, да, и упражняем, ликвидируем, да, и деньги переводим прямо родительским ассоциациям, напрямую, без чиновников. А родительские ассоциации решают внутри себя, как распределять эти деньги, понимаете? Когда решает чиновник, какой бы закон мы не приняли, это лишняя мера, понимаете? Нужно воспитывать, во-первых, людям гражданскую ответственность, во-вторых, возможность дать людям самим решать, вот семьям многодетным, самим решать, куда подрать, пускай даже небольшие, но деньги, которые им положены от государства. Потому что они лучше знают нас с вами, чем куда их. Ну, хотя у меня трое детей, ну, не шестеро. Понимаете? То есть бюрократия в этом смысле, она все-таки, она с одной стороны упрощает подходы, но она менее эффективна, чем вот... Ну, мера заменить действующие государственные социальные институты общественными объединениями, самоуправляемыми... Самоуправляемыми общественными объединениями родителей, многодетных семей. С бюджетным финансированием. С бюджетным финансированием. Да, потому что рассуждать о том, что на 3 тысячи рублей одна семья голодает, а другая нормально, это нонсенс сам по себе. На 3 тысячи рублей, даже с одним человеком, с одним ребенком, семья не может нормально... Нет, я имею в виду другой, доход у семьи разный. Нет, я понимаю, я понимаю, что... Все-таки мы должны понимать прекрасно, что мы перешли на капиталистические рельсы. Мы живем в системе олигархического капитализма, постиндустриального. Капитализм, он вытягивает... Вся история человечества это история аграрной семьи. Поэтому задача капитала выманить всю рабочую силу из семьи. И это успешно было сделано на протяжении 400 последних лет. Сначала мужчин вытащили на производство, потом женщин и детей, подростков. Семья не создает прибыли, а капитализм, он ориентирован на создание капитала, на накопление прибыли. Поэтому капитализм всегда антисемеен и антидетен. И поэтому все развитые страны демонстрируют сверхнизкую рождаемость и депопуляцию. И век 21, вторая половина, это век депопуляции. 22 век будет веком колоссальной депопуляции. Именно из-за того, что капитализм работает против рождаемости, против воспроизводства. Но рынок вы не отмените. Называете ли вы... Вот я как раз об этом хочу сказать. На микроуровне мы все в системе рынка. А когда идет речь о государстве, то государство современное капиталистическое, которое называет себя изощренно и манипулятивно социальным государством, это обман, это имитация. Оно прикрывает беспощадную эксплуатацию семьи как социального института. Вот это государство, оно всегда будет работать против семьи и рождаемости. Почему? Это не создает капитал. А в семейном производстве все, что потребляется, то и потребляется. Поэтому главная причина сокращения рождаемости, это отсутствие социально значимой экономической деятельности совместной родителей и детей. наше конкретное предложение создать эту систему, ну, типа родительских коопераций. Поэтому профессиональное платное родительство это переход к тому, чтобы приравнять многодетную семью к школе на дому, к детскому саду на дому, к офису на дому. Сейчас в условиях компьютеризации дети, они очень быстро схватывают инновации технологические. Поэтому, когда родители, вот мы создали в России систему домашнего образования, когда родители сами учат своих детей, и родители сами их воспитывают. Вот вы правильно говорили, за чужих детей и матерям-одиночкам платят деньги, а за своих детей это не считается работой. Вот, к сожалению, стереотип такой аморальный, безнравственный считать, так сказать, аморальным плату за воспитание собственных детей. Но это нужно обществу и стране. Это первое. Вторая вещь, вторая задача. Как сделать так, чтобы захотели иметь люди, потребные с третьим, с четвертым ребенком. Задача требует решения на протяжении как минимум 30 лет. Нынешних детей надо воспитать будущими отцами и матерями. Если мы этого не сделаем, у нас сейчас подрастают вот дети, подростки, которые приходят на 0,3 ребенка, у них потребность ниже, чем у родителей. Поэтому будущий прогноз рождаемости это нынешние поколения, которые приходят, рожают меньше. Значит, это вторая задача. Причем, а эта задача, она не требует денег, надо просто взаимоотношение всех общественных организаций и семьи поставить, вы правильно говорили, об ассоциациях, о кооперациях на новую совершенно роль. Ликвидировать чиновников. Которые кормятся на этом несчастье семьи. Сколько людей в стране, сколько депутатов в Думе, которые очень заинтересованы. Никто не знает, что низкая рождаемость уменьшает средний размер зарплаты по стране. Это элементарные экономические вещи, но эти бухгалтеры, они скрывают эту тайну. А для людей на уровне семьи, вот мы родили еще одного ребенка, значит, нам присылают в жировках. Платить за квартиру, за воду, за газ, за свет. Это наказание за рождаемость. То есть люди думают, что вот они, что все так живут и всем как бы невыгодна эта рождаемость. На самом деле надо отменить вот все эти наказания за рождаемость, в том числе я и против того, чтобы запрещать аборты. Мы уже в стране запрещали и так далее. И налаживается подпольная система, это калечит здоровье. Никто не говорит, что сразу их запрещать надо. Нет. Мы говорим о поощрении и стимулировании. Наказание всегда было неэффективным. Если люди хотят иметь 4-5 детей, это на протяжении 15-20 лет гарантировано без применения контрацепции нормальная сексуально-семейная жизнь и нет никаких этих проблем. Я вам хочу сказать, что интересно. Вот я когда-то я в течение 8 лет преподавал в школе. Ну, закон Божий. Так, среди обычных, не воскресных школ, а в обычной школе. И как-то я решил у них устоит такой эксперимент. Это был 6-7 класс. Я их собрал и говорю, вы знаете, скажите, что вам нужно для счастья? Не стесняйтесь. Вот деньги нужны, деньги, слава там, может быть, должность там. Ну, что вы хотите для счастья? Все дети сказали, что для счастья им нужна семья. Все дети сказали про семью. Понимаете? То есть детство все-таки свойственная любовь любовь в семье. Где-то после этого начинает разрушаться это понятие о семье. И оно разрушается конкретно вот именно примерами некими, которые происходят у нас везде, мы с вами можем видеть, и медиаресурсы, медиапространство, и культурное пространство. И получается так, что, да, ребенок видит, что вот если у него там новый телефон, у него дорогая там у родителей машина, и так далее, и так далее. Понимаете? То есть идет как бы переформирование сознания в каком-то возрасте, и мы здесь должны внедриться. То есть нужно внедриться в тот момент, может быть, с психологами говорить, может быть, и так далее, в образовательную систему, в культурную вот какую-то систему вокруг этого вопроса касательно семьи. То есть сохранить желание детей, вот стремление к семье, да, не разрушить его, не противопоставить его благополучию, да, наоборот, поставить внутреннее благополучие, да, то есть общение, дружбу, выше, чем благополучие материальное. То есть индивидуализм, который человеку насаждают извне, потому что видно, что изнутри его нет. Дети все любят семью, все хотят быть родителями сами, хотят рожать детей. А потом вдруг оказывается, что благополучие сильнее. Так вот этот момент, нужно вычислить его, где это благополучие вдруг начинает давлять над ними. И постараться его купировать как можно, ну, всеми возможными средствами, которые только у нас есть. Да, давайте попробуем. Знаете, я бы просто, вот как раз отец Михаил сейчас говорит, я, честно говоря, возмущен, вот вашими словами. Просто возмущен. Не то, что я там не согласен, я возмущен. Неожиданные заявления, Юрий Васильевич. Почему, потому что можно замечательно рассуждать о капитализме, который убивает семью, с чем я согласен, как социологическое, такое экономическое объяснение. Можно рассуждать о потребительстве, можно еще о чем-то. Но, на мой взгляд, это рассуждение не улавливает самое главное, откуда и появляется вопрос чрезвычайно-демографической ситуации. Мы впервые во всемирной истории имеем молодежь, а идет еще дальше, еще хуже и так далее, которые, в принципе, не хотят детей или хотят их очень мало, независимо от того, что они говорят. И это не вопрос того, что мы чуть-чуть программу школьную подкрутим, чуть-чуть благопристойнее будем это обсуждать, осудим потребительство и так далее, и капитализм. Вопрос совершенно в другом. Это всемирно-историческая проблема. И на эту всемирно-историческую проблему чувствительности практически ни у кого нет. Вот в чем вопрос. Понимаете, а мы начинаем говорить, тут 300 рублей добавить, а тут надо духовность. Ну, конечно, духовность. Ну, а что вы, вы звучали, но... Нет, еще раз повторяю. До сих пор рождаемость и увеличение населения было ограничено голодом, холодом, войной, там, пятым, десятым и так далее. Теперь, что делать, еще добавлю к тому, что я говорил. Безусловно, плата за родительство, это особая индустрия родительская, за нее надо платить. Следующий момент. Мышление столетками. Когда мы говорим, вот сейчас нужно нам этот тактический, тот тактический и так далее, демография, являясь чрезвычайно консервативной, требует мышление столетками. Это рассподка стратегии, да. Стратегии конкретных мер. Третий момент из того, что мы здесь не упомянули, это вопрос, безусловно, того, что демография отражает энергетику жить. То есть, в этом смысле, мы не должны забывать, что при всей всемирности и похожесть, скажем, условно, и Италии там, и Российской Федерации нынешней, да, при всей этой похожести развал СССР и колоссальная катастрофа, оно колоссально сказалось на желание жить, выражаясь в том числе в семьях и так далее. Поэтому, если мы не будем строить новую большую страну, восстанавливать большую Россию, не будет этой энергии жизни и так далее. Поэтому я призываю все-таки на самом деле признать не к тому, что что-то плохое там, туда, тут чуть-чуть подстимулируем, тут туда, проблема. Вот это ключевой пункт. Нет, ну проблема, ну, не, Лёсик, А это и есть главное. Что делать? Что вы предлагаете? Я предлагаю, конкретно, я предлагаю конкретно, чуть-чуть остановиться и задуматься, и отвечая на вопрос вашей передачи, что делать в целом, да, все-таки понимать, что есть всемирные исторические проблемы. Смотрите, какая у нас ситуация. Сегодня за последние 7 лет по Росстату 25% увеличилось число семей многодетных трое и более детей и в два раза увеличилось число семей по социологии, которые открыто заявляют, что они child free. Да, ну что? То есть есть две тенденции. Да, ну понятно. Поехали дальше, да. Юрий Васильевич, меня вдохновил. Спасибо. Нет, я согласен с тем, что хоть ты критикуешь меня, но я с тобой согласен. И знаешь почему? Есть две вещи, которые если мы не сделаем, мы никуда не сдвинемся. Мы будем заниматься филологией. Известный наш великий историк Ключевский говорил, что в России привыкли дела делать филологически, трепаться, мягко выражаясь. А делать ничего не делали. Ну, я цитирую классика. Я извиняюсь. Почему? Именно. Потому что мы любой вопрос можем угробить в славодии. Это естественно. Это старая традиция российская, никуда не уйдешь. Итак, две вещи. Вот я слушаю его внимательно и просто хочу сформулировать то, что он так эмоционально выражает привлечение мирового опыта. Здесь проще. Первое, руководство страны должно осознать, что вот эта мысль о том, что демографическое развитие России, восходящая демографическая динамика, это то, на чем он может устоять и что его спасет от всяких посягательств. Я извиняюсь за выражение постарше вас всех здесь, потому что у меня и правнуки бегают уже. Так вот, я должен о них думать уже, потому что они будут в ужасной стране жить, если мы не сможем создать демографический потенциал, который будет обеспечить воинские контингенты и трудовые ресурсы. Потому что рано или поздно Средняя Азия тоже от нас уйдет. Итак, что нужно? Нужно первое, чтобы руководство страны я имею в виду от президента и в правительство и так далее, чиновники на местах типа губернаторов, осознали, что демографический рост это одна из ключевых приоритетных проблем России. Вот обороноспособность, экономическая там, ну, модернизация, или как угодно ее называют, и инновации, которых вообще в принципе нет, почти, и вот демография. Тут должны быть выделены как цель. Вот, говорят, цель. Найдите, значит, что сейчас является ключевой там идеей, так, демографический рост. Вот в этом, это первое, осознать. Это неосознанно уже многие десятилетия. В майском указе президента первые цели ставят. Это слова в майском указе президента. Я согласен, но только... А не слова заключаются в том, что деньги бы ушли в Сочи, в Олимпиаду, ушли на футбол, ушли на русский остров, который никому не нужен. В принципе, был я из Владивостока, и могу вам сказать, что это ненужная затея. Леонид Ильич, но само собой эта ориентация высших органов власти не произойдет. Тех пор, пока ориентация, как вы правильно выразились, в этой области, не в другой, не будет изменена на то, что нужно развивать и укреплять демографический потенциал и создавать для него все условия. Вот платить 25 тысяч за ребенка, а не 3 тысячи. Это первое. Второе. Должна быть изменена вся система в стране духовной, учебной, до его воспитания. Ну, не может быть так, чтобы по телевидению куда не включишь, там везде только секс, и только не надо детей, и пошли, и пятый десятый. Но самое главное заключается в том, я еще раз повторяю, надо разделить наше будущее развития, оно для наших детей, для наших внуков, и вообще для нашего самосохранения существует. И тактику, что сейчас делать, чтобы нам вот этот период тяжелый перейти. Ну, у нас уже это похоже на учредительное собрание демографической партии, да, насколько я понимаю. Это так вдохновляет, здорово. Это Виталий Тович поставил вопрос. Я считаю, что вполне нормально создать, и очень умно создать такую партию, название очень определенное, цель сама собой встает. Цель стратегическая. Ясно, что люди не будут записываться просто так, чтобы записаться, а все остальное на них. я все-таки опять на землю. Потому что громкие слова звучат, а я их, наверное, переведу немножечко, немножечко подытожу то, что, на мой взгляд, нужно сделать, и то, что, я надеюсь, войдет в закон о статусе многодетных семей. Потому что этот закон сейчас разрабатывается. Значит, первое, это фундаментальные вещи, которые помогут многодетным семьям, которые помогут увеличить количество многодетных семей, и сделать многодетные семьи элитой российского народа. Значит, труд многодетной матери, он должен быть признан общественно полезным трудом и должны засчитывать трудовой стаж. Обязательно должна быть зарплата у многодетных родителей точно такая же, но, по крайней мере, не меньше, чем у приемных родителей. Чтобы эта страна стала страной для многодетных, нужно учесть и третий, ключевой, фундаментальный фактор. У нас сейчас нет никаких привилегий на улучшение жилищных условий. В чудовищных жилищных условиях живут 80% многодетных семей. По-моему, это настолько очевидно, что тут даже не нужно доказывать, что это да. Да, то есть, если раньше в жилищном кодексе были прописаны преференции, было первоочередное предоставление жилой площади многодетным семьям, сейчас, увы, нет. По 20-25 лет люди стоят на улучшении жилищных условий, не получают, дети растут в чудовищных, еще раз повторю, условиях. Земельные участки, сейчас зачастую, которые выдаются, они являются таким фактором, усугубляющим материальное положение семьи, а не улучшающим его. Значит, четвертый момент, это, ну, вообще, сейчас в любой стране при наших информационных технологиях можно вообще абсолютно все сделать модным. Нужно время прайм-тайма, да, нужно сделать на этом акцент, но для этого нужно правильно расставить акценты, расставить приоритеты высшего руководства этой страны и действительно забить в колокола тревоги и, ну, как минимум признать то, что нужно выбираться из этой катастрофы. Ну, и, конечно, я не могу не согласиться с отцом Михаилом, что изменение сознания людей и духовно-нравственное составление, то есть мы можем делать модным, да, с одной стороны, но с другой стороны у нас школьное образование, оно не имеет основного предмета этики и психологии семейной жизни, а это основной предмет, которым мы пользуемся всю жизнь, он нужен, он самый актуальный в нашей жизни, но, увы, мы его не имеем. Правильно я понимаю, что по-прежнему в сельской местности рожают больше? Или это уже нет? Ну, чуть-чуть больше. А если там будет... Ну, сейчас уже, у нас же теперь три четверти городское население. Неправильно понимаете? А? Неправильно понимаете? Хорошо. И это очень вредное сопоставление с сельской, почему? Нет, сейчас, я вопрос задам, вы ответите. Итак, значит, два вопроса, только кратко зафиксируйте свою позицию. Первое, считаете ли вы, что демографическая стратегия, а точнее говоря, политика должны проводить дифференциацию между разными регионами и Россией, субъектами федерации? То есть, там, где ситуация сложнее, больше мер, там, где, ну, там, упрощенно говоря, и так много рожают, меньше мер. Или это вы считаете, что это принципиально неправильная позиция? И второе, почему я спросил о сельской местности, а точнее говоря, о малых городах, ну, и там, о селах. Все-таки ясно, что если, если есть некое место под названием не Москва, а вот нечто иное, где возникает школа, больница, дом культуры, но и магазин, и церковь, храм желательно, то там автоматически начинают жить люди. А если изымается дом культуры, больница, школа, ну, и храм, то там, собственно, никаких людей, ни многодетных, ни однодетных не будет. То есть, входит ли ваше понимание этой демографической стратегии возрождение вот этих малых поселений, малых городов, строительства новых, а не ориентация на мегаполисы, которые, кстати, отсасывают население сначала в Москву, а потом выбрасывают молодежь за границу. Ну, вот, давайте по кругу все только сжато. Безусловно, только размосквичивание и ставка на малые города даст серьезный импульс для того, чтобы многодетная семья и рост рождаемости состоялись. Но, с другой стороны, когда мы сегодня говорим про возможную дифференциацию по регионам, там привыкли все говорить, вот, кавказские регионы, там еще там ряд называют, так же, как сельские, например, местность в сегодняшнем виде, это, как правило, остаточные инерционные явления, и через 5, 10, 20 лет там будет все точно то же самое, понимаете? Поэтому не надо цепляться за это, надо делать ставку на многодетную семью и форпосты создавать, там, тысячи новых городов для России, имея в виду обновление городов и так далее, в частности, городки демографического будущего с точки зрения специальных домов и возможностей жизни для многодетных семей, вот это, как бы, другая совершенно и биополитика, и политика расселения. Понятно. Елена Евгеньевна. Да, но я полностью соглашусь с Юрием Васильевичем в части дифференцированного подхода к регионально дифференцированному подходу. Я категорически против, потому что, если мы говорим о едином статусе, то это единый статус, как единый статус для всех депутатов, единый статус для всех военнослужащих. Но Россия слишком многообразна. Я с вами полностью согласна. Но и все-таки... В Сибири-то нужно что-то делать более радикальное, чем здесь у нас... Ну, вы знаете, унифицированные меры социальной поддержки, унифицированные меры государственных гарантий, они должны быть прописаны... Минимум должен быть, конечно. ...в этом законе. И статус многодетной семьи три и более детей. То есть эти моменты должны быть обязательно зафиксированы на уровне всех регионов. А дифференцированный подход к количественной составляющей детей, то есть чем больше детей, тем большее количество поощрений и мер социальной поддержки, мер государственных гарантий получает семья. То есть это как... Ну, это признание. Это такой вот момент признания значимости той или иной семьи. Вообще, от денег никто не захочет отказываться. И если там поставить цель такую, лозунг, там, ну, я не знаю, для круглости цифр, округлости, семья с десятью детьми, это семья миллионер, многие попытаются достичь этого статуса, в том числе он и престижный. Это может быть престижной такой ценностью. Вот. И по поводу размосквичивания, и по поводу дистанционных... И распетербурживания добавил бы я, как коренной... Как коренной... Как коренной москвич, да. Да, я считаю, что все-таки многодетная семья, это семья, которая должна жить на земле. Это... Ну, это гораздо более правильно, гораздо более живо. Но на верстолете летать за просмотрами в Москве. Нет, вы знаете, я думаю, что все гораздо проще. У меня вот ребеночек, средняя дочка, она только что окончила девятый класс дистанционно. То есть последние два года... Вы не в Москве живете? Нет, почему? Я живу в ближайшем Подмосковье. Я живу не в Москве, в ближайшем Подмосковье, в городе Реутов. Но и тем не менее, мой ребенок на определенном этапе в седьмом классе отказался ходить в общеобразовательную школу по своим каким-то соображениям, которые я не буду озвучивать. Ну и тем не менее, она закончилась сейчас, великолепно закончилась, сдала эти ОГЭ, вот, и поступает сейчас в учебное учреждение. То есть все сейчас... Все сейчас возможно. И возможно работа дистанционная, и возможно дистанционно образовываться. Поэтому я двумя руками за размосквичивание, раз петербурживание, раз Екатеринбурживание. Значит, я еще раз вернусь к своему основному вопросу, потом скажу по поводу вашего, то, что сказали. Я считаю, что надо две программы разрабатывать. Программу на будущее, то, что есть. И, естественно, чрезвычайно вот эту, как правильно сказал Игорь Васильевич, программу на преодоление тех трудностей, которые мы сейчас столкнулись. Это во-первых. Теперь второе, что касается бедеи как. Россия – это многонациональная страна. И здесь ввести, скажем, для одних льготы, для других – другие – это чревато хуже, чем сокращение населения. Поэтому здесь нужно идти другим путем. Его попытались сделать, когда вводили региональный материнский капитал. То есть регионы, депопуляционные регионы, вот им дать, но оно моментально распространилось на все районы. Я точно полагаю, что мы можем, учитывая важную роль нашей азиатской части страны – Сибирь и Дальний Восток – специально установить льготы для этих территорий. Кстати, 1981 года в Советском Союзе, когда вводились льготы помощи семьям, они два пункта имели. а – повышенные выплаты для этих регионов и б – начинать с этих регионов. То есть это все возможно. Нужно главное, чтобы, я имею в виду не господа бога, а главное, чтобы они об этом сами подумали и в общем-то не согласились. Понятно. Да, я согласен с тем, что действительно закон должен быть один в одной стране и невозможно дифференцировать регионы. Но можно же не только этим управлять. Правильно сказали. Есть другие льготы, которые вот, ну, как вот там попытки есть сейчас, там дальневосточный гектар, там еще что-то. То есть есть как бы другие способы стимулирования. Но если мы принимаем какой-то закон семейный, он должен быть один. Это первое. А второе, что касается сельской, да, храм, больница, школа. Да, вы знаете, да, я полностью поддерживаю и считаю, что здесь действительно проблема может быть в том, что доступность образования, конечно, она больше в городах, чем в сельских регионах. Качество образования. Ну, когда вымали всех оттуда учителей, там все же. Ну, это надо выманить сначала, понимаете, то есть нужно, это должно быть продумано. Образование медицины, доступность этого, да, и качество. Если обеспечить достойное качество, то мне кажется, что желающих уехать будет даже больше, чем выдержит сельская страна. Вот, поэтому я считаю, что это действительно должна быть политика продуманная, и что к этому нужно стремиться, это верно. Потому что, имея огромную территорию, тем более, не имея никаких вопросов с землей, как в Японии, да, где хоронить негде. А у нас, пожалуйста, можно каждому индивидуальный дом, как в Америке, построить и жить в многодетной семье не в 100 квадратных метрах, да, а в 500 квадратных метрах. Причем, это не будет стоить тех денег, которые стоят в городе. То есть, здесь все плюсы, но есть проблемы, и эти проблемы, конечно, они непростые. Вот, поэтому я думаю, что к этому нужно стремиться, и это действительно одна из целей таких вот развития России, развития вот многодетных семей. Анатолий Леонидович, вы говорили в этом? Нет, централизованная политика по территории Российской Федерации, у нас везде сверхнизкая рождаемость, и наши мусульмане, арабским странам и прочим мусульманам дают образец вот будущей их молодетности. Поэтому разницы нет, мусульмане, у всех низкая рождаемость. Значит, мы все в этом смысле стандартны, к сожалению, и поэтому решать надо централизованно по всей стране, с учетом национальных особенностей. Что касается вот городов крупных, ну, это скучность населения, многоэтажность, это патология, это для микробов, не для людей, я все время говорю. Поэтому Россия должна быть одно-двухэтажной, безусловно. Семье нужен дом, и дети не должны, когда пожар там не выпрыгнешь с 20-го, 30-го этажа, тем более в городах службы не приспособлены для помощи тем, кто вот оказывается в этой ситуации. И проблема расселения, мы не должны ликвидировать городской образ жизни. Это лучшее здравоохранение, это контакты лучшие и так далее. Но когда мы центром этой жизни делаем семью, семья одновременно и офис, учреждение, где родители и дети работают вместе, семья одновременно и детские сады, и школа, где родители, любимые люди, сами учителя и воспитатели своих детей, то мы совсем по-другому решаем эту задачу. Это немножко попахивает идеализмом, но это вполне реализуемая вещь. Я за это. Да, спасибо, спасибо разговор, он очень полезный, очень важный, не последний на эту тему должен быть один из первых, я имею ввиду, разговоров много, пишут, говорят, но вот как-то я не вижу вот этого фундаментального подхода к радикальному решению этой проблемы, которая является действительно проблемой национальной безопасности и национального выживания. Очень много интересного прозвучало, естественно, не буду подводить никакие итоги. Самое неожиданное, что я услышал, это вот предложение о создании демографической партии. Вроде бы абсурдно, абстрактно, утопическая идея. Нет, нет, но я об этом я за самые радикальные, как я уже сказал, меры в этой сфере, но вот о демографической партии я не думал. А мне кажется, очень перспективная идея, потому что идеологические партии умирают, идеологии не хватает, а те, что есть, это какая-то эклектика по чуть-чуть из каждой идеологии. А это под этим названием или под другим, но с демографической стратегией, это действительно то, куда люди будут записываться, за что они будут голосовать, причем сознательно, а не потому, что кто-то приказал, или там другие еще хуже, давайте там хотя бы за это проголосуем. Так что я бы политтехнологам, политическим стратегам посоветовал задуматься и об этом предложении. Я очень доволен началом телевизионного сезона для программы «Что делать» этим разговором и частично к некоторым проблемам мы еще отдельно вернемся в ходе этого сезона и последующих. Спасибо, до новых встреч в программе «Что делать». Субтитры подогнал «Симон»